Здравствуйте, я Арсен Аваков и сегодняшняя программа Акценты у нас в необычном формате. Сегодня мы собрались за вот таким столом выпить чаю, побаловаться плюшками, поговорить с людьми старшего поколения. Поговорить о наболевшем, о том, что беспокоит их, о том, что беспокоит меня, о том, как я, как кандидат в городские головы, хочу решать проблемы старшего поколения и что главное, что нет в этой жизни. Вот таким составом мы сегодня и собрались выпить чаю. Я теперь попросил бы, чтобы все представились. Начнем с вас. Я Кройщенко Татьяна Захаровна. Мне 61 год. Я сама заподнянка. Всю жизнь свою проработала в торговле. У меня трое детей. На старости осталась одна. Но с детьми не теряю свою связь. Ну так давайте про вас теперь. Вы теперь представьтесь. Меня зовут Сударкина Валентина Всеволодна. Мне 62 года. Я жена военнослужащего полковника в отставке. Проездила в бывший Советский Союз очень много. По специальности бухгалтер. Вы поступили в Инжек, и там вашим преподавателем оказался строгий преподаватель господин Трипольский. Тогда он еще был товарищ. Представляйтесь. Трипольский Анатолий Александрович. Мне 73 с половиной года. Я уже 10 лет как на пенсии. Но моя трудовая деятельность проходила в научно-исследовательских институтах и в учебных институтах Харькова. Я преподавал экономические дисциплины. Но вы кандидат экономических наук. Кандидат экономических наук. Вот я сегодня вышел из дому. Шел на эту встречу. Армянский переулок 1-3. Это самый центр. Да, самый центр. Лифт у нас не работает. Преддомовая территория должна по закону принадлежать жильцам этого дома. Но нас захватили эту территорию какие-то дельцы и устроили там подпольную парковку. Писали письмо и на имя Шуфрича, когда тот был еще в то время министром по чрезвычайным ситуациям. Но обстановка не меняется. Все это продолжается. На имя Дубкина писали. У нас и скорые помощи не могут подъехать в наш подъезд, в наш двор. Потому что все время загромождены вот эти вот все машины. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы, когда вы станете мэром, мы будем за вас голосовать. Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на эти вот такие, как будто бы мелкие проблемы. Но они... Из этого жизнь складываются. Они, да, все время вот отравляют, как бы, нашу жизнь. Я прошу вас, представляйтесь. Трипольская Тамара Михайловна. 69 лет. Работала, вообще-то, всю жизнь в одном и том же институте в научно-исследовательском. Ну, экономистом сначала, потом социологом. Последнее время работала, правда, еще, ну, это уже после того, как ушла на пенсию. Работала в университете. Читала лекции немножечко, один год только. И работала в НИИ, лазерной биологии, лазерной медицины. Ну, в общем, жизнь такая, знаете, меняется время, меняется, меняется... Не так хорошо знаю, как вы, но знаю. Сколько с мужем живете-то? Ой, аж страшно сказать. Скоро 50. Когда? В 12-м году. С 62-го года. Прожили жизнь? Нормально. Нормально. Живем жизнь? Да. Прошу вас. Лынник Владимир Александрович. Я закончил институт железнодорожного транспорта и профсоюзный вуз экономический, который во дворце труда находится, и получил специальность инженер-экономиста. Что касается работы, то 15 лет завод Малышева и 20 лет областного союза в завжилищном бытовом отделе. Арсен Борисович, у меня к вам просьба. Вот мы все представились вам. Представиться мне? Скажите о себе пару слов. О, с удовольствием, да. Я родился в 64-м году. Отец мой военный, да, военнослужащий. Тоже помотался по всей стране. От Дальнего Востока, Баку, Монина, Купенск, Чехословакия, Чугуев, Харьков. Вот это мы так все время ездили за отцом. Я поменял 4 или 5 школ, вернулся сюда, потому что считал, что это как бы мой родной город, да. Поступил в Харьковский политехнический институт, ездил в стройотряды, учился работать тогда, учился организовать работу, был командиром стройотряда. Год с лишним работал в Харьковском НИИ охраны, вот на Бакулино здесь. Тоже инженером, как сейчас помню, на 115 рублей. А потом грянул 89-90-й, Горбачевские реформы экономические, закон о кооперации, закон об акционерных обществах. И мы вот с друзьями решили сделать первое в Харькове тогда акционерное общество «Инвестор». Сделали, объявили подписку на акции. Если кто-то помнит, впервые продавались акции во всех сберкассах. Для тех, кто эти акции тогда купил, получилось хорошо, потому что потом наступил 91-й год, Украина вышла из СССР, Павловская реформа, замороженные деньги в Сбербанке, а эти акции были всегда ликвидны. Мы всегда их покупали, дивиденды по ним платили. И сейчас стараемся их выкупить, у кого они есть, а народ уже не сильно их продает. У нас примерно около 1000 акционеров, простые люди, которые раз в году приходят, получают дивиденды. В тюрьме не сидел, никакого обвинения не имею. Жена, имею сына, 88-го года рождения. Жена работает в банке. Вот такая моя биография короткая. Спасибо. Родители, к сожалению, умерли, похоронены в Чугуеве. Ну хорошо, вот мы все познакомились, мы договорились собраться и поговорить за столом, за чашкой чая, а нам еще тут и пирожные положили, на проблемы, которые интересуются старшего поколения. С кандидатом в мэры Харькова. О чем говорят обычно с пенсионерами? Вы же все пенсионеры? Да. О проблемах пенсии. Вот сейчас возникает новая ситуация, и вы, наверное, об этом тоже знаете. Может быть, давайте обсудим это, как вы к этому кратенько относитесь. Я попробую ее обрисовать. С одной стороны, пришло новое правительство, новый президент, и выполнило обещание, подняло пенсии. Так? Давайте, ну не надо смеяться. Добавка одноразовая была. И сразу сняли эту добавку, и старые пенсии получили. Давайте зафиксируем факт. У вас было повышение пенсии? Вообще не повысили? Ну, у меня научная пенсия, и поэтому решили, наверное, что это слишком много, я и так получаю. Простите, много сколько? 1316. 1316. Очень много. То есть вам не подняли пенсию? Так, а вам? Значит, мне не подняли пенсию. А вам-то почему? Вы же простоюзные дети. Я хочу немножко глубже тронуть этот вопрос. Почему? Потому что, когда был Азаров у власти, первый раз, да? Вот он тогда такое постановление сварганил об улучении, обеспечении пенсиями, где были очень большие потери по шести пунктам. Он фактически, он нам срезал пенсию. Я получал 4 года 500 гривен, всего-навсего. 4 года по 500 гривен? По 500 гривен всего мне давали эту пенсию. Ну, когда пришла Тимошенко, она заставила пересчитать все это, и письменно сообщили мне о том, что у меня пенсия 1100. И сейчас она у меня 1100. То есть 4 года они... То есть за последние полгода вам пока ничего не подняли? Ничего не подняли ни мне, ни жене. Ей подняли на 3 гривны, но забрали потом. У меня очень маленькая пенсия, очень маленькая пенсия. Мне за нее стыдно. И вот за полгода вам ее никак не поменяли, да? Месяц, когда какой-то был перерасчет непонятный, я получила 790, где-то такая сумма. А потом это все ушло. Так, 700 гривен, ничего вам не добавляли, понятно. Нет, конечно. Так, у вас. Так как я проработала в торговле всю свою жизнь, почему-то решили, что если торговые работники, значит им не нужно поднимать пенсию. Больше 730 рублей ни у кого нет. Ни у кого нет. У вас 730? Да. Когда пришел Янукович, он хвалился, что я сделаю пенсию, я добавлю, люди будут жить, все нормально. Да, да. Он дал 50 рублей раз в один месяц. Повысили пенсию на один месяц, потом забрали. Теперь давайте посмотрим, как изменилась ваша жизнь за полгода. Ну вот, скажем, если взять, скажем, по стоимости продуктов питания, да? Я недавно прочитал статистику, что если сварить борщ год назад и сейчас, то сейчас на продукты питания идет на 70% больше просто на кастрюлю борща. Вот хозяйки мне скажут, правда, нет? Сейчас кастрюлю борща. Вы борщ вообще варите? Обязательно. Вот я только сварила борщ. Взлетели цены в космос. Понятно, так? Да. Вы живете в частном доме или в... Вы живете в многоэтажном доме? Четырехэтажка. В четырехэтажном доме? В многоквартирном, так? Да. Как у вас с оплатой за проживание? Она как-то изменилась за вот это время? Конечно, изменилась. Поднялась, квартплата поднялась. Было 38, сейчас уже 44,80. За что? Подъезды никто не подметает, не убирает. Ничего, мы сами убираем. Так, ну хорошо. На вас последняя надежда. Пенсию подняли? Нет, но у меня большая пенсия. 2 136 гривен. Прожить можно. Это, ну, пока еще... Ну, больше позволяет. Наш бюджет выдерживает. И повышение цены. Большая пенсия, знаете, какая? Какая? 60 тысяч гривен. Да. Это депутаты. Это судья Конституционного суда. Да. А когда вы говорите 2 тысячи гривен, это большая пенсия, то это вы, наверное, иронизируете, да? Таким образом, мы договорились и поняли друг друга о том, что повышение пенсии, которое было разрекламировано, ему, по сути, не произошло. Нет. Оно было маленьким единоразовым. А с другой стороны, затратная часть, ну, вашей жизни возросла и ощутимо. Так? Ну, цены такие. Да. Ну, на рынок же пойти просто невозможно, потому что получается, что если раньше брал 50 гривен и мог хоть что-то купить, принести за 50 гривен с рынка, да, то теперь и в 150 не укладываешься. Вообще примерно... Да, особенно это осень, конечно, сумасшедший голубцы. Конечно, в этом году. Да, сумасшедший голубцы. Ну, картошка, ну, когда это было, чтобы картошка была по 6,50 гривен? Ну, вы знаете, да, что Харьковская область получилась там из 27 мест на 26 месте по росту цен. То есть самая дорогая у нас, получается, жизнь по продуктам питания. Возникает вопрос. Это первая часть. Знаете о том, что теперь... Вас это не касается уже. Знаете о том, что теперь женщинам поднимать будут пенсионный возраст на 5 лет. И женщина теперь в 60 лет будет уходить. И это непреложная истина. Они это сделают сразу же после выборов. Потому что взяли обязательства перед Международным валютным фондом. Партия Быть Кивщина, кстати, в парламенте подала законопроект с предложением наложить мораторий. Да. Наложить мораторий, не увеличить пенсионный срок для женщин. Если бы уважаемая партия регионов каким-то образом хотела бы отреагировать так, потому что сегодня, когда мы им об этом говорим, они говорят, ничего же не принято формально. Так они подъезжали бы к Кивщину и наложили мораторий бы. И не женщинам пенсионного возраста не трогали. Было 55 лет, 55 лет и останется. Но все единогласно проголосовали против. И значит, сразу после выборов... Ну, они забыли, как два месяца с шариками. Да, сразу после выборов... Обещали и зарплату, и пенсию. Сразу после выборов они, скорее всего, поднимут. Но есть еще одна ситуация. Вот теперь коснется, наверное, и вас некоторых. Не знаю, вы мне сейчас скажете, коснется или нет. Речь идет о том, чтобы для работающих пенсионеров, в два раза уменьшить размер пенсии. Это тоже новация, которая записана в обязательствах правительства перед Международным валютным фондом. И это, конечно, убийственно, так сказать, просто. Я объясню, почему для меня убийственно. Потому что я вижу, вот у меня со мной вместе работают много людей, достигших пенсионного возраста. Но которыми все в порядке с головой, дружат. И, в общем, без которых я на самом деле не понимаю, как мы будем работать. Вот ушло там все кому-то 60 или 55 люди. Осталась молодежь. Мы оголили полностью многие вещи. А так они работают. Каждый в силу своих сил. Ну, хватает там импульса. Держим баланс. Так вот, теперь я представил, что эти все люди уволятся. А в масштабах Харькова сколько это? Ну, думаю, что это сотня-другая тысяч. Потому что пенсионеры у нас в основном, сразу после 60, в основном предпочитают работать. Научные сотрудники читают лекции, вы это хорошо знаете. Конечно. И прекрасно понимают, что это у них и достаток. Потому что на одну пенсию, даже как вот на ваш супруг говорит, большую, 2000, смешно даже. Ну, трудновато. То вот теперь к вам придет налоговый инспектор, к вам придет инспектор Собеса и скажет, так, дорогая Татьяна Захаровна, вам половиночку будем платить, и все.